Всем привет! Это урок Т1. Т потому что это от слова translate перевод. Мы берем статью с официального сайта developer.roblox.com и вместе с вами проверяем, работает эта статья или нет. Но в данном случае статья хорошая. Ее обновили. Видите, под каждой статьей теперь пишут дату. 2 апреля 2019 год. Если 2019 год, то на 95% будьте уверены, что информация в ней правильная и все будет работать. Ну а старый, если найдете где-нибудь 2015-2017 год, то извините, ищите информацию где-то еще. И всегда очень обновленная и правильная информация не в каких-то разделах, например, кодинг и скрипты, кодинг и скрипты, а просто в документации. Документация, API reference, она всегда обновлена, она всегда свеженькая, и в ней даже не пишут дату, потому что ей пользуются в том числе и разработчики. Итак, сегодняшний урок Т1. Понимание C-фреймов. Я вам давно говорил, что какие-то вещи, вот вы спрашиваете, давайте сделаем вот это, давайте вот это. Я говорю, это невозможно, пока у нас не будет уроков по C-фреймам, пока вы не поймете, что это такое. Что такое C-фрейм? C-фрейм это тип данных такой. Назвали его C-фрейм, чтобы покороче, чтобы не писать вот так, координата и фрейм. Он происходит вот от этих двух слов. И в этом типе данных, ну помните, как в переменной мы можем хранить, например, число, строку, текстовую, ссылку на функцию. А здесь мы в переменной можем хранить C-фрейм. C-фрейм, он содержит в себе сразу позицию объекта в трехмерном пространстве, вот координаты x, y, z какого-нибудь объекта, а также еще и информацию о повороте этого объекта вокруг каждой из осей. Ну, например, вот если мы повернули, то вот в C-фрейме будет информация храниться. Так, и у меня здесь что-то сделано. Ворачивать на 90 градусов, давайте сделаем 15 градусов. Хорошо. Итак, в C-фрейме хранятся координаты x, y, z, где у нас находится в пространстве наш юнит. И также информацию сразу же о повороте его вокруг всех осей. Три оси у нас всего есть. Такс. Написано. Для чего C-фреймы используются чаще всего? Ну, например, для того, чтобы найти какую-то отдаленную точку, точку выстрела. Например, вот позицию, куда вы стреляете из лазерного бластера. С помощью C-фреймов можно вычислить, где будет конец луча, вот этого лазерного, куда он попадет, вашего врага. Также используется C-фрейм для передвижения камеры, для того, чтобы камера ваша фокусировалась на каких-то определенных NPC-шках или на игроках, с которыми вы общаетесь. Ну, я немножко переврал. Тут речь идет как раз о том, чтобы NPC поворачивало голову, например, на игроках, которые с ним общаются, с NPC-шкой. Ну, кстати, никто не мешает поворачивать голову вашего персонажа. Например, ну, вы, наверное, знаете, что во многих играх, если персонаж бежит мимо каких-то интересных локаций или NPC-шек, то не только NPC-шки на них голову поворачивают, но, например, игроки. Так, ну и третье тут написано, чтобы располагать статусный индикатор прямо над головой игрока, чтобы показать, если он парализован, ускорен, отравлен и так далее. Ну, какие-то примерчики так себе, но мы сейчас будем по статье разбираться и поймем чуть больше. Так, основы C-фрейма. Позиционирование C-фрейма. Ну, позиционирование – это размышление в пространстве по координатам. Ну, это означает, что когда мы, например, вот так вот двигаем, вот мы позиционируем. Вот сюда спозиционировали, сюда спозиционировали. Подняли вот сюда, тоже, значит, спозиционировали. Так, ну, у меня вообще-то у этого блока должны быть координаты 0,0,0. Вот здесь мы в позиции покажем. Кстати, заметьте, что никакого C-фрейма в свойствах вот этого объекта мы здесь пока не видим. C-фрейм вычисляется уже на основе... Ну, по крайней мере, мы не можем задать... Вот видите, здесь позиция есть, да? Позиция. Вот, в том числе и из позиции можно получить C-фрейм. Тоже мы до этого дойдем. Так, если мы создаем новый C-фрейм, то он создается с позицией 0,0,0 в центре. В центре координат. Вот где-то вот здесь. Где у вас ваш главный герой появляется, если вы не ставите точку спауна. Так, если мы хотим установить C-фрейм на какую-то определенную позицию в игровом поле, то мы можем в скобках вот этого C-frame new, когда создаем новый C-фрейм, значение и по C-фрейм, мы можем указать координаты. Давайте скопируем. Вот у нас здесь есть пример. C-фрейм был по координатам 0,0,0. Давайте мы сделаем наш красный блок координаты 0,0,0. Я не объясняю, почему он так провален вглубь. Я уже 10 раз на других уроках про это говорил. Так. И давайте мы его... Ага, он закреплен. Значит, он не будет выскакивать часть земли. Вот где он находится, там и находится. Давайте запустим, посмотрим. Блок сидит где? Где сидит? Или выскакивает? Так. Выскочил. Так, где у нас тут у него? Вот. Ставим галку, чтобы не выскакивал. Encrypt. Ага, ну сейчас все отлично. Он не выскакивает и не движется. В отличие от вот этих блоков. Зеленого и синего. Это red block. Вот у нас обычный red block. Единственное, я ему наклеечки из тулбокса наклеил на фронтальную поверхность. Сюда и на поверхность сверху. Нам это пригодится. Видите, здесь в примере тоже где-то типа наклеечки что-то есть. Чтобы вы понимали повернулся наш куб при движении или нет. Так, ну просто копируем блок и давайте посмотрим. Тут мы все протестируем. Так, red block. Все правильно у меня. В переменную red block заносим наш red block. Ссылочку. создаем новый си-фрейм с координатами 2, 2, 4 и в си-фрейм нашего red block занесем новый. А в нем уже координаты минус 2, 2, 4. Так, ну давайте запустим и посмотрим. Наш блок должен находиться по координатам минус 2, 2, 4. Как это проверить? Мы можем просто например, щелкнуть на наш red block. Так, позиция минус 2, 2, 4. Ну вы и сами увидели что он из земли вылез. Все хорошо. Давайте продолжаем дальше. Так что если мы хотим блок двигать по каким-то координатам помните, как я в position присваивал новую позицию? Ну мы просто создаем си-фрейм новый. Си-фрейм можно из позиции какой-то создавать. Сейчас посмотрим. Так. Также можно копируем этот код заменяем код в нашем скрипте и я его сейчас объясняю. Вместо задания напрямую как в предыдущем примере сразу координат когда мы создаем си-фрейм мы можем эти координаты получить из переменной в которой содержатся данные типа вектор 3. Помните вектор 3 мы очень часто использовали. Вектор 3 это такая урезанная версия си-фрейма в ней хранятся только 3 числа никаких поворотов по осям ничего просто три вектора у нас хранят не три вектора вектор с тремя координатами. Итак что мы здесь делаем? Первое понятно переменную RedBlock мы заносим ссылку на наш RedBlock RedBlock у нас находится game.workspace и вот его имя RedBlock здесь мы создаем новый переменной new vector 3 координаты точно такие же как были в прошлом примере на нашей страничке и теперь когда мы создаем вот эта строчка точно такая же как была в старом примере отличие только в этой строке в старом примере вот у нас вот так а можно делать вот так можно указывать возьми координаты точнее создай новый C-Frame значение по координатам которые находятся в какой-то другой переменной можно C-Frame из C-Frame создавать можно C-Frame создавать из вектора 3 так ну давайте запустим и посмотрим в принципе результат должен быть такой же координаты минус 2 2 4 ага смотрим минус 2 2 4 все отлично ну пока не очень интересные примеры так вот дальше идет уже поворот поворачиваем C-Frame чтобы создать повернутый C-Frame используйте вот такой вот вот такой конструктор C-Frame Angles переводится углы а не ангелы так и вот этот конструктор до этого мы тоже использовали конструктор кстати ребят давайте я покажу вот у меня просто C-Frame открыт сейчас мы с вами смотрим урок понимания C-Frame а есть документация для программизирования там есть просто C-Frame и вот тут написаны конструкторы смотри какие есть конструкторы просто создать пустой есть создать из вектора 3 есть создать из каких-то двух векторов но мы до этого дойдем есть создать вот в первом примере мы использовали C-Frame new когда три числа это создается C-Frame с позицией с такими координатами x, y, z мы здесь перечислили ну и так далее видите много всяких вариантов так и так пора ну ладно давайте копируем весь код смотрим что тут у нас такое понятно в переменной redblock наш красный блок новый C-Frame создаем но уже не с помощью new который создает позицию а с помощью конструктора который переводится как углы и вот у нас три угла ну догадайтесь почему три угла потому что у нас три оси помните вот эти оси x y зеленая и вот туда в глубину z уходит так итак по x первая координата здесь конечно x порядок всегда x по x мы не поворачиваем значит как есть наша мордочка с глазами должна смотреть по y мы повернем на 45 градусов сейчас объясню что такое math red по z эту по оси z повернем на 0 вручную вы помните как можно поворачивать на 45 градусов давайте я зеленый буду вращать вот rotate смотрите по x x у нас у нас красная по x значит вращение вот такое туда-сюда у меня здесь стоит давайте я здесь тоже 45 напишу чтобы было похоже на то что наш скрип делает так ребята вот так приклеился немножко так теперь rotate так вот 45 видите сейчас так как я красный шар схватил то это поворот по оси y вот она ось направлена прекрасно видно что по этой оси у нас поворот так если я вращаю вручную вот так то это не по оси извините а вокруг оси в школе вы должны проходить не знаю в каком классе мне кажется это уже класса 7 или даже больше так ну и ось у нас осталась z которая уходит вот такое вращение давайте теперь сделаем это из скрипта вот наш давайте вытащим его немножко из земли или подождите мы его можем вытащить с помощью вот этих вот вот этого кода и этот код оставлю так смотрите вот этот код вверху он просто перемещает предыдущих просто перемещает выковыривает его из земли помещает куда-то на там минус 2 2 4 помните хорошо а вот следующий код мы его не двигая уже не будем менять его позицию просто повернем так ребят я подумал что давайте чтобы вы не запутались не будем мешать давайте просто поворот так что на каких координатах он был но просто должен повернуться и так запускаем и надеемся что все работает я вам еще расскажу что такое MathRed так ну-ка бежим бежим отлично да он должен повернуться был по оси xy по оси y ой да-да-да по оси y на 45 градусов и вот видно что он если сверху смотреть то по часовой стрелке на 45 градусов повернулся против часовой стрелки так почему вот так мы пишем дело в том что здесь все углы но в школе я не помню с чего вы начинаете обычно с углов градусов помните прямой угол 90 градусов давайте кстати попробуем 90 развернет его на 90 градусов глаза должно быть справа если мы сейчас смотрим да дело в том что вот этот конструктор эта функция она принимает значение только в радианах радианы они по-другому точнее с углами в градусах легче может быть разобраться это как-то понятнее что у нас полный оборот 360 градусов а если в радианах то это 2π а π это у нас есть вот если мы хотим чтобы он повернулся вот так вправо как мы сейчас делали я сейчас напишу все то же самое но в π так вместо вот этого числа я пишу mfp деленное на 2 и пополам все должно повернуться точно так же глазами вправо все отлично но вы сами посудите программистам наверное легче ну по крайней мере на этапе обучения легче будет писать вместо каких-то π вы может быть про π вообще не знаете про эту константу так что с градусами вам будет легче просто всегда пишите в скобочках mathp и вот это вот число на сколько градусов оно автоматически вот этой функции mathred оно переведется в радианы ну естественно если мы хотим поворачивать сразу по всем осям здесь тоже будет mathred с каким-то числом mathred с каким-то числом и может не число а может здесь какую-нибудь переменную x например вы в цикле там что-нибудь это все понятно так понятно вот у нас развернулось все на 45 градусов изначально так ну и вот здесь конечно примечание что обратите внимание что мы углы все указываем в радианах а не в градусах вот используйте функцию mathred чтобы сконвертировать градусы в радианы так вот наконец-то мы до интересного добрались написано facing это значит развернуть мордочкой наш юнит в какую-то определенную точку давайте сначала скопируем скопируем код посмотрим так да синий блок у меня тоже есть красный блок синий блок стартовую позицию мы задаем и позиция для поворота поворота итак что в этом примере должно произойти в этом примере мы кубик должны наш красный переместить на позицию позиция 0,3,0 и потом развернуть ее фронтом помните что за фронт у нас есть зря я закрыл properties так выбираем наш red красный кубик стороны есть желтым цветом подсвечены back surface поверхность низ front вот этим мордочкой я специально глаза наклеил на фронтальную поверхность чтобы мы видели куда поворачивается наш кубик а иначе без этих наклеечек они у нас одинаковые давайте запустим и попробуем разобрать не знаю будет красиво или нет сейчас смотреться если что подправим так что-то я ничего не заметил так давайте окно output покажем нет нет говорит синего кубика я что где-то ошибку сделал а blue block ладно так давайте тут специально блоки это у нас с глазами давайте мы сделаем сейчас кубик маленький кубик который можно будет толкать сделали кубик размеры помните как быстро указывать пишем 1 1 1 вот у нас кубик появился ну и сделаем мы его ярко синим так ну и давайте мы его куда-нибудь вот сюда вот повернем да так не забываем ему имя изменить так rename blue синий кубик как в примере запускаем и смотрим да все получилось смотрите наш кубик поднялся на определенные по координатам x y z как у нас указано и смотрит на этот синий кубик так давайте повеселее давайте вот на этот синий кубик мы его настроим например вместо этого мы пишем не blue куб blue блок блок есть дело в том что я могу его толкать с помощью аватара своего так ну мы видим что красный развернулся на этот кубик но если я сейчас буду наш кубик толкать то он за ним глазами не следит как это исправить ну возможно там будут дальше примеры но я сделаю вот как здесь конечно цикл для примера сойдет так так давайте паузу сделаем чтобы каждую секунду каждую секунду он у нас исправлял свою позицию наверно можно и за игроком так сделать если вы координаты игрока будете брать ну ладно мы видим эффект что мордой поворачивается на нашего не на нашего а на координаты синего кубика все хорошо и причем можно еще вот как сделать можно его например поднимать цикле вверх вот смотрите у меня здесь есть так local x равно 3 мы сейчас в цикле сделаем чтобы x так вот перенесем сюда здесь вместо троечки мы укажем переменную x и x будем здесь менять x присвоить x 0.5 например и если слишком большой будет x то опять мы его делаем опускаем до 3 если ребят нужно было y выбрать но я уж не буду делать пусть переменная x называется если больше 10 тогда x троечка запустим так что сейчас у нас будет этот кубик все время подниматься каждую секунду и тем поближе подталкиваю о как смотрит он такие печальные глаза ну и вот до 10 поднялся можно сделать быстрее можно шаги делать можно ну в игре конечно не будет таких с паузами наверное циклов это для для понимания хорошо такой цикл видеть да тут вы разберетесь без проблем давайте дальше по примерам идем так так оффсеттинг оффсет это такое смещение смещение сифрейм в некоторых случаях вам нужно будет сместить какой-то объект на какое-то количество стадов от текущей позиции это может быть сделано с помощью прибавления или вычитания переменной значения вектор 3 от сифрейма который создается из текущей позиции объекта нашего давайте этот пример давайте посмотрим на картинку вот у нас был например объект здесь и он будет появляться выше код сильно проще того что у нас было сейчас так я вставил так редблок и тут мы присваиваем я перенесу на другую строку так можно делать и так что же создается берутся координаты создается новый так ребята здесь уже обошлись без лишних перемен здесь прямо сразу в сифрейм красного блока его сифрейм заносят новый сифрейм помните когда у нас сифрейм с точкой new создается там можно указать либо координаты ну вот у нас здесь координаты передаются для создания нового сифрейма из того же редблока вот сейчас редблок у нас находится помните на каких координатах по каким координатам я щелкнул и вот у нас позиция 0 0 0 и так значит сюда передается координаты текущего редблока в итоге здесь будет переменная в которой находится вектор с содержимым 0 0 0 и так но мы на этом не заканчиваем если мы вот здесь закомментируем и запустим наш пример то мы увидим наш красный кубик также закопан вот он как есть так и есть давайте теперь откомментируем прибавить прибавить смещение что за смещение а смещение мы задаем с помощью вектора создаем этот вектор вектор тренью и здесь смещение по иксу 0 стадов по игреку 1.25 стад по z 0 стадов x y z ну давайте запустим сейчас у нас он должен быть да вот он чуть-чуть выше стал а если мы хотим его наоборот закопать землю можно вот так вычесть значит понятно к первой координате будет ну видно что он у нас закопан еще сильнее можно так сделать а можно сделать вот так здесь координат здесь отрицательное ставим значение а здесь снова прибавляем и давайте не один а допустим пусть пятерка будет а минус 5 так это это равносильно тому что я здесь писал вот так минус минус 125 понятно да здесь есть здесь если здесь я напишу минус а здесь напишу плюс то примерно то же самое не примерно а точно то же самое произойдет вот видите он закопан настолько же так а если я хочу его сразу сдвинуть куда-нибудь вверх во первых на 5 да ну давайте посмотрим чтобы он красиво в воздухе висел вот он красиво висит в воздухе давайте сдвинем его еще на 5 тогда вправо помните да какая у нас ось по оси вот ось x вправо это значит будет минус 5 ось видите растет в ту сторону направленно если я просто пятерку укажу то он на 5 стадов переместится сюда итак минус 5 давайте смотрим да вот он переместился на 5 стадов вправо если хотим переместить его влево то здесь просто положительное число давайте мы его на 15 влево переместим запускаем ну как-то это все не очень интересно честно говоря пока сейчас будет следующий пример так а как переместить ближе к игроку вот мы смотрим мы здесь где-то находимся ось z направлена от нас в горизонт значит нужно отрицательное значение чтобы приблизить его не отдалить в ту сторону да а приблизить так ну давайте например минус 15 минус 15 он должен где-то ближе к игроку быть на 15 стадов да мы его влево и ближе сделали да вот так тут все понятно тут пояснения идут которые я уже сделал а ну понятно если хотите получить сифрейм без всяких поворотов без углов поворота дело в том что внутри игры наш кубик может быть ну вот если я запускаю смотрите вот сейчас я синий буду пинать кубик вот я хочу получить его координаты но при этом я хочу его всегда выравнивать лицом к себе дело в том чтобы получить его сифрейм без углов достаточно просто сделать новый сифрейм и задать туда позицию этого этого кубика так точно такая же техника может быть использована для того чтобы сдвинуть какой-то объект относительно другого вот это уже интересно это уже похоже на то что может нам пригодиться в игре давайте скопируем код и посмотрим и тут видно что вот у нас есть какой-то кубик синий который маленький сделал вот он давайте я его подниму и поверну чуть-чуть вот чтобы как в примере был он называется blue cube так blue cube смотрим что у нас тут итак получаем ссылка на красный блок и на синий куб и мы должны сдвинуть наш красный блок чтобы он появился где-то над над синим кубиком что для этого мы должны занести в сифрейм видите два слагаемых первое слагаемое сифрейм который мы берем из позиции синего кубика значит координаты этого кубика видите он над землей парит немножко вот его координаты центра берем и к этим координатам центра синего кубика мы прибавляем вектор который к иксу прибавит ноль к иксу прибавит два два стада для чего это нужно ну чтобы он а сейчас мы посмотрим если так непонятно ну вот для чего двушка была нужна для того чтобы наш красный кубик кстати вот видно ровно видите как он ровно по оси кстати синий синий у нас кубик упал это не страшно так если мы сделаем нолик здесь синий куб вытолкнулся стал как нос давайте мы чтобы он не выталкивался давайте во-первых мы его поднимем допустим вот так теперь запускаем красный куб должен появиться по координатам синего куба синий куб падает потому что он у нас якорем не закреплен вы наверное понимаете если я его закреплю сейчас якорьком якорьком так да вот здесь галка появилась для текущей запускаем то он должен остаться внутри нашего красного куба вот мы его даже не видим он ровно в середине давайте теперь опять посмотрим про вот этот сдвиг итак красный блок с глазками у нас берет координаты синего куба но к ним мы прибавляем еще какое-то смещение пространства была здесь двойка давайте сделаем пятерку запускаем отлично кстати как определить на 5 сдвинуто или нет очень просто ищем координаты нашего blue cube смотрим у него position вот она position но она тут такая длинная 12 8 2 ля 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 это я не стал читать после точки так и теперь смотрим на наш красный у него должны быть плюс 5 если должно быть 13.28 да вот 13.28 все отлично а если мы хотим чтобы этот куб колыхался ребята я наверное усложняю пока так давайте сделаем приколюшечку так но мне нужна переменная какая-то которой я буду время время можно брать конечно системное но я не хочу это делать не забываем wait 0.1 чтобы быстрее колыхался на нас так и здесь вместо пятерки мы пишем пишем пример 2 плюс 3 вложить на синус t а здесь t мы будем увеличивать t равно t плюс что-то такое я особо не поясняю что-то мне не нравится скорость давайте не 0.1 он должен как бы сказать вверх вниз вот как вы в играх наверное видите так я что-то неправильно наверное рассчитал да может быть неправильно даже так 3 давайте здесь сделаем вот так чтобы не опускался мир ну естественно скорость тоже можно регулировать и так далее так давайте дальше пойдем естественно если что-то непонятно перематываем смотрим пытаемся понять исходники читаем эту статью но тут вы поняли что мы сейчас с помощью вот этих трех строчек просто помещаем один предмет всегда над каким-то другим например вам нужно кирпич разместить над головой какого-то злого NPCшника берем вместо синего куба координаты этого NPCшника добавляем вот это смещение над головой или координаты головы но нет там не совсем так до этого мы дойдем так динамическое C-Frame ориентирование но это видимо чтобы ну давайте прочитаем сами по себе C-Frame New конструктор и C-Frame Angles конструкторы они очень мощные но они еще очень такие требовательные это просто ну не требовательные четкие они просто позиционируют или поворачивают объект в каком-то направлении какой-то позиции внутри мира и они используются в каких-то случаях ну а что если вы не можете на фиксированную ну где-то опираться на фиксированную позицию в мире или на какой-то угол ну к примеру написано вы хотите поместить парящий сундук с сокровищами прямо перед лицом игрока который может быть стоит где угодно в мире и вообще в любое куда угодно лицом повернут может быть он голову немножко задрал или он стоит немножко на склоне горы немножко ну понятно наклонем и второй пример сделать какого-то волшебного джина который появляется прямо над правым плечом игрока в таких случаях функции сифрейм есть более более мощные функции для работы с сифреймами чем просто конструкторы вот эти были конструкторы которые создают новый сифрейм помните новый сифрейм по координатам с позиция это новый сифрейм без координат но с углами я вам уже даже пример показывал как и то и другое делать так относительное позиционирование вот у нас есть такая хитрая штука функция сифрейм двоеточие to world space функция которая трансформирует сифрейм объекта объект у нас здесь указан относительно не относительно как бы уважая его ориентацию пространстве в трансформирует ну как бы относительно старой позиции и направления в новую уже в координатах нашего игрового мира это идеально для того чтобы смещать какую-то детальку относительно себя или относительно другого объекта ну невзирая от ее текущей позиции и поворота так тут тут сейчас картинку рассмотрим в ходе на картинке внизу обратите внимание что красный блок сдвигается на три стада относительно координаты по оси Y синего куба вот смотрите зеленая у нас на самом деле координата Y вот она зеленая вверх показана а синий кубик у нас повернут у него поэтому и координат вот эта синяя стрелочка она смещена в предыдущем примере смотрите где у нас размещался вот здесь ось оставалась той же самой ось Y а сейчас нужно разместить относительно оси этого синего кубика ну давайте копируем код поиграемся и попробуем понять что там да как так ну первой строчке понятно красный блок синий куб здесь мы еще создаем переменную в которой у нас смещение смещение по Y на 2 здесь можно значит будет менять а здесь уже сама функция работает как эта функция работает она возвращает си фрейм какой-то си фрейм но как она его делает она берет вот blue cube си фрейм и мы запускаем функцию на самом деле это называется не функция метод метод который берет текущие координаты и углы поворота си фрейма синего кубика и их превращает в систему world space так я тут немножко торможу сюда мы передаем именно смещение насколько сместится в общем как бы наш кубик с помощью вот этой функции он становится точкой 0 0 нашей системы координат вот он сейчас повернут сюда и когда мы эту функцию используем как будто бы у нас весь мир так это будут долго тупить и поворачивать как будто весь мир поворачивается и становится относительно верхней грани нашего синего кубика кстати где у него это не грани поверхности я думаю топ чтоб не было сюрпризом ага вот отлично топ ну правильно стрелка здесь направлена так что у нас красный наш куб должен появиться здесь и так давайте запустим посмотрим все ли хорошо и попробуем тоже смещение поменять все отлично в предыдущем примере у нас он появлялся по оси которая совпадает с осью x ну ровно вертикально над синим кубиком а здесь он у нас появился уже как будто кубик является новой системой координат системой отчета начала координат так что теперь можно сделать можно наверное сделать провод сделать например минус 4 посмотреть как он должен под синим кубиком появиться по оси да все отлично так можно сразу его сместить еще и по оси x так пусть у него будет это я сейчас пока по оси y чтобы он над синим кубиком опять появился да вот он над появился давайте его сдвинем еще вот сюда например на два стада двоечка ну все отлично он сместился на два стада так давайте посмотрим следующие примеры ага ну тоже относительные rotation поворачивание относительное так смотрим используя та же самая функция тот же самый метод и мы просто видимо будем здесь давайте код скопируем сейчас копируем код и будем разбираться уже после того как у нас здесь код скопируем итак сейчас мы используем просто координаты красного блока мы не используем координаты синего что же за переменная rotated frame rotated c frame с помощью конструктора мы задаем углы на какие углы повернуться вдоль каких оси так по x не поворачиваемся по y по оси повернуться на 70 градусов по z повернуться на 20 градусов дальше что мы делаем в c frame нашего красного же блока мы используем c frame это относительный поворот значит вот сейчас где у нас находится наш красный давайте я его подниму чуть-чуть вот так он сейчас останется на своих координатах но относительно себя повернется вот на такую загогулину значит по y на 70 по z повернется на 20 но при этом останется на своих координатах давайте смотрим сейчас я добавлю цикл чтобы вы увидели что же там происходит ну вот он как-то очень хитро повернулся давайте я добавлю цикл while и мы сейчас понаблюдаем уже кстати мы к концу подходим так что мы будем а мы просто будем повторять это раз в секунду и посмотрим что же наш кубик делает пока ничего не меняю кубик должен оставаться на тех же координатах но продолжать вращаться он вращается по двум осям поэтому вот такое странное вращение давайте мы сделаем поворот не на 70 градусов на 10 разделим пусть на 7 градусов а здесь будет на 2 градуса и здесь у нас будет не раз в секунду а раз в одну десятую секунду так мы быстрее сможем увидеть поворот поймем как у нас вращается наш кубик ну отлично а что нужно сделать чтобы добавить поворот еще по третьей оси или чтобы сделать поворот всего по одной оси давайте по x еще будем вращать его например минус 3 по оси x ну окей так на рисунке ну да то что у нас в самом начале и произошло я специально наклеил две наклейки лицо глаза и что-то еще на макушку чтобы можно было понять как он у вас повернулся макушка имеется ввиду топ верхней верхней поверхности так следующий пример а у нас кстати а написано позиционирование направление направление определенной определенной поверхности в какую-то точку ну вот помните как я делал глаза которые следят за синим кубиком а тут написано что нужно не глазами чтобы не фронтальной только поверхностью а например ухом правым ухом мы можем для этого относительный поворот использовать как мы в предыдущем примере делали ну вот Relative Rotation давайте скопируем код вот у нас как раз есть а ну макушка здесь наворачивает как повернуться не лицом к этому кубику а например макушкой давайте копируем код хорошо что код мне не приходится каждый раз набирать у нас бы урок занял два раза больше времени итак первая строчка так это ссылка на красный наш блок и на синий маленький кубик вот этот синий кубик пусть он здесь будет не важно да пусть здесь будет не важно так и нам нужно чтобы мы на него смотрели не лицом а макушкой что для этого делается Target Position это позиция на которую смотреть и мы эту позицию берем из позиции синего кубика значит смотреть будем на синий кубик можно было сразу написать без вот этой перемены можно было сразу сюда написать Game Workspace BlueCube ну тут разделяются на переменные чтобы легче было код использовать итак дальше пользуемся конструктором помните конструктор которому передаем два вектор две позиции он направляет лицо Front Front Surface нашего вот этого где у нас Front Surface вот этот вот вот эту поверхность он ее должен направить наклонить так чтобы она смотрела на позицию указанную во втором параметре для чего вот это этот поворот создаем C-Frame с поворотом по оси x по оси x смотрим что за ось x вот она красная у нас по оси x если мы хотим макушкой его направить вот смотрите вот он лицом сюда направился что нужно сделать чтобы он макушкой своей смотрел надо его еще на 90 градусов повернуть смотрите вот надо его повернуть еще на на 90 градусов вот примерно вот так но это мы должны сделать и с нашей программой поэтому вот у нас создается переменная насколько еще повернуть и используются знакомые уже нам функции не меняя координат красного блока redblock точка C-Frame двоеточие the world space а сюда мы подставляем вектор на который нужно либо сдвинуть либо повернуть ну C-Frame и вот у нас есть переменная rotated C-Frame с поворотом на 90 градусов в нужную сторону сейчас мы поэкспериментируем с этим еще а в этой строчке кстати если вы не заметили у нас уже все если мы эти строчки давайте вот я их закомментирую строчки в этих строчках у нас уже лицо нашего кубика красного будет смотреть на синий синий красный блок смотрит на синий куб вот все отлично но надо теперь макушечку для макушки для макушки поворот на 90 градусов вдоль оси вдоль оси x мы должны его еще развернуть и вот с помощью вот этой функции не меняя координат нашего красного блока мы координаты красного блока в си-фрейм красного блока заносим си-фрейм красного же блока но плюс значение вот этого си-фрейма а в этом си-фрейме вот ротейт си-фрейм у нас находится повернутся на 90 градусов все макушка смотрит на синий куб а глаза вот они печальные глаза еще и пройти не могу так что там у нас дальше нахождение точки между двумя точками используем метод известный как линейная интерполяция часто ссылаются на нее как на lerp вы можете позиционировать си-фрейм между двумя точками ну например для того чтобы следующий код расположил красный блок ровно ну даже не ровно ну между между зеленым кубом и какой-то вот циан куб циан между голубым кубом так давайте мы сделаем во-первых этот вот куб нашим назовем его голубым так как-нибудь вот так расположим чтобы точно он располагался между так давай теперь код интересный скопируем и смотрим вот у нас два кубика лежит зеленый и голубой наш красный должен между ними встать итак ну понятно тут красный зеленый голубой что же здесь происходит ага здесь мы используем как раз lerp линейную интерполяцию так теперь мы должны выяснить ну давайте я запущу сначала а потом объясню как это все работает ага извините он искал зеленый куб green куб давайте я назову green блок просто у меня он уже есть вот green блок давайте запустим итак у нас ровно красный наш куб между голубым и зеленым давайте чтоб смущаюсь давайте сделаем так вы поняли что наш красный прыгнул вот сюда все отлично теперь давайте разберемся как это происходит итак вот эта функция этот метод двоеточие lerp он возвращает c-frame который находится между c-frame из которого мы вызываем lerp в данном случае зеленый зеленый кубик дальше ему это первая точка задана первая точка позиция находится ну здесь может быть любой c-frame важно какой дальше указываем голубой c-frame вот две точки заданы вот здесь и здесь функция lerp а второй параметр это насколько новый c-frame должен быть ближе ко второй точке вот к этой если допустим здесь будет у нас 0-1 давайте 0-1 или давайте вообще 0 сделаем 0 у нас красный куб должен появиться зеленым видите он не смог в него во первых они у нас толкаются так ребят давайте чтобы не было таких давайте так зеленый мы его поднимем пусть так будет и закрепим якорем и голубой тоже давайте немножко поднимем так понимаю почему не дает его двигать во еще сильнее поднять так тоже закрепляем его якорем все теперь мы должны увидеть красный не будет толкать вот красный внутри него находится зеленый я думаю что вам не нужно это объяснять это можно увидеть если мы сейчас уменьшим а или давайте прозрачность просто сделаем давайте у красного кубика нашего где там прозрачность мы ее сделаем пусть он будет прозрачным чтобы просвечивало запускаем и видим да внутри красного кубика находится зеленый итак давайте опять вернемся к коду вот этот ноль ноль означает что между точками в пространстве первой точкой и второй точкой быть максимально близко ну точнее совпадать с первой точкой а как же сделать чтобы он максимально близко был от второй точки просто укажем единицу здесь могут быть значения от нуля до единицы все вот наш красный просвечивает видите внутри него внутри него голубой блок так а как сделать чтобы ровно посередине они были угадайте ну единицу нужно на два разделить и все один разделить на два но это будет ноль точка вот и у нас ровно этот объект расположится между двумя точками все отлично а если я теперь ну вы наверное сами догадались если я теперь перемещу неважно куда давайте вот так давайте у меня плохо хватается а вот так и давайте запустим посмотрим ровно ли между двумя вот этими точками сейчас у нас появится наш красный да ребята все отлично естественно я могу сейчас добавить цикл давайте цикл сделаем не забываем паузу делать чтобы у нас роблокс не завис так ну и чтобы я мог двигать наши кубики давайте якорь убираю нашего зеленого чтобы я его мог пинать так с можно так сделать игру питон или гусеницу из сегментов где будут сегменты рук за дружкой опа а видите прикольно она берет оказывается еще и углы тоже интерполируются ну как между двумя так что мы увидели чуть больше в этом примере чем написано сайт тоже видите наполовину повернут значит глазами сюда глазами сюда а ровно между ними это как раз вот 90 градусов на самом деле поворот смотрим сюда повернемся сюда будет 90 градусов здесь где-то 45 так ладно останавливаемся что у нас еще осталось если про матрицы а все ну и написано что продолжение следующий урок будет вот вот этот вот c-frame math operations ну честно говоря он довольно сложный я думаю мы его сделаем возможно это будет т2 а возможно т2 будет что-то другое на этом я урок заканчиваю ставим лайки донаты конечно шлем а то вот видите мотивация так как упала ну все пока подписываемся колокольчики рассказываем друзьям